Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, доброй ранецы. Сегодня на базе Лоевского района отбудется выездное посадение Гомельского областного выконавшего комитета. На парадку дня – пытание социально-экономичного развития региона за первое погоди бягучих года. С докладами выступят первые наместники и наместники старшины Аблвы Конкама. Все подробности в наших наступных выпусках новинов. Уборочная на Гомельщине – в самом разгаре. На сегодня убрано больше за половину поселевных площадь збожевых культур. Самая высокая уродженность досягнута в Добрушском районе. Хлеборобы намолочивают тут 35 центнеров с гектара. На 10 – больше за средний показчик по в области. Наша здымочная бригада побывала у одной из господарок района. На одном из полей господарки Вутевская – вымушенная затиша. Вильготность збожа выше и за норму. Значит, с уборкой придется подчакать. Олега – это некритично. На сегодня убрано уже больше за половину збожевых. Державный заказ целиком выполнен, а огульный намолот склад 2880 тонн. Приклад настолько, что тут различуют отримать до закончения уборочной. У господарца дякуюсь Небесной канцелярии за то, что все летняя засуха в этой месте омаль не закранула. Хотя, ведома же, справа не только у надворья. У нас дожди проходили, и урожай, конечно, выдался на славу. Но я считаю, что не только погода нам помогла в этом. У нас выдерживается вся технология по возделыванию зерновых культур, по внесению минеральных удобрений, по обработке почвы, по защите, по химзащите растений. Главное – работа людей. У нас очень хороший механизаторский состав в хозяйстве. 32 механизатора, новая техника. Механизатор Александр Марфушкин у першиню сел за руль комбайна 6 годов тому. У этой уборочной уже стал лидером, намолотивший разом с помощником колесами сот тонн сбожа. Это лепший выник у господарца. А в сокрытии своего поспеха Александр каже степло и просто. Ну как, мы старались, молотили зерно, подготовили технику свою. Сами готовили, сами сели, сами убираем. После обеда, який гараж им привозить у поля, механизаторы выращают снова проверить зерни. Перш на густ, затем специальным прибором вымиральником вильгати. В этот раз показчики у норме, а значит час заводить комбайны. Руслан Пролясковский, Светлана Князева, Валерия Гапанько. Телерадо и компания «Гомель» с Дубрышского района. В Гомеле прошел семинар на тему нормативно-правовые аспекты туристичной деятельности. У делу им приняли представники туристичных фирмов, индивидуальные предпринимальники, а так само физичные особы, которые ожидают займаться туристичной деятельностью и зараз стоять на улику в центре занятости, чтобы отримать субсидию по доказанию турпослух. Головная мета семинара – поляпшение якости обслугования гостей нашей краины специалистами туристичной индустрии. Вероника Ворошилина с подробностями. Семинар нормативно-правовые аспекты туристичной деятельности у «Гомеле» был организован в першиню. Сирот его прориотетных задач – ликвидация пробела у ведах нормативно-правовой письменности у всех субъектов туристичной индустрии. Аналогичные семинары национальным агентством по туризме проводились выключено в Минску. Проанализовавши их выниковость, было принято решение поширать межи и выехать у регионы. Дарыши у «Гомельщина» гэта информационный десант приняла першей. Подобные семинары эффективны в связи с тем, что основная деятельность наших туристических организаций направлена в основном на работу с туристом. И вот особенно во время сезона каждый стремится как можно лучше оказать эту услугу, найти своего туриста, не упустить того туриста, который отдыхал в прошлом году. Не всегда находится время для того, чтобы держать руку на пульсе изменений в законодательстве. Основная функция национального агентства – это методическая помощь, методическая поддержка. Поэтому мы с удовольствием ее оказываем. Уделы семинара приняли представники туристичных фирм, индивидуальные предпринимальники, а так само физичные особы, яки ожидают займаться туристичной деятельностью и зараз стоять на улику у центра занятости, как бы отримать субсидию по доказанию трубослух. В ходе мероприемства были разгледжены пытания, податка обкладания, сертификации, формирование договорных и партнерских относин у сферы туризма. Семинар – это выдатная пляцовка для обмена информацией и опытом, а так само додатковая махчимость отримания необходимых ведов для поляпшения якости обслуговывания гостей нашей краины. Мы надеемся, что такой обмен опытом, обмен информацией о правовых вопросах, обмен информацией о тенденциях на рынке, новинками, будет способствовать тому, что все мы будем более компетентны, все участники туристической цепочки будут повышать свой уровень, и, соответственно, мы как страна, и как регион, и как отдельный город будем более привлекательны для туристов. Туризм во многих краинах света з'является важным складником экспортных послуг и внутреннего волового продукта державы. Беларусь, дякучи своей развитой инфраструктуре и богатому природному потенциалу, мает все махчимости для широкого развития туристичного накерунку. Комфортабельные беларусские агросядзибы, гостиницы и санаторы уже сегодня готовы пропоновать своим наведовольникам послуги разнобаковых отпочинков на самом высоком узроуне. Однако, как вытремливать конкуренцию и успехово развиваться в этой сфере, необходимо зладженно працовать всем удельникам туристической индустрии. В свою очередь, как угодно принимать на беларусской земле гостей, нужно самим видеть все первые национального туризма. На мой взгляд, для успешного продвижения страны на внешних рынках, привлечения туристов, нужно популяризировать внутренний туризм, создавать моду, создавать тренд на поездки по собственной стране. Чем больше мы будем путешествовать, узнавать, знать, тем больше мы будем разбираться и любить свою страну, тем больше мы будем каждый на своем месте способствовать тому, чтобы к нам ехали гости, чтобы мы принимали гостей. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Уведение в господарчий оборот объектов, якие не выкористовываются, сегодня в Гомельской области идет довольно активно. Наши корреспонденты протягивают знакомиться с прикладами отраджения старых будинков. В этот раз они побывали в Калинковицком районе. Некольких годов тому на этом месте у везцы «Новая Антонаука» находился закинутый будинок «Лазни». Сегодня ж, дякуючи местовым предпринимальникам семьи Веселовских, тут можно приемно отпочить. После капитального ремонта спочатку открыли «Лазню», после побудовали кафе, банкетную и бильярдную залы, зарабили зоны для отпочинку у дворы. Увы, неку за короткий час место стало довольно популярным, и не только сяроджихару Калинковицкого района. Приезжают к нам из других городов, приезжают ближайших, и даже из таких городов, как и Минск, и из Могилева приезжают. На будущее, конечно, хотелось бы это все превратить в агроэкотуризм, потому что хотим сделать спальные места, потому что гости приезжают из других городов и хотят где-то отдохнуть и переночевать. Трое сябро и компаньонов Геннадий, Александр и Егор предпринимательством занялись еще в середине 90-х. Гандаль, ремонт техники, чистка диванов – вот основные на керунке их бизнесу. Однако недавно взялись за реализацию грандиозного по мясцовых мерках бизнес-проекта. В далекие советские часы тут, уже в описном кутке на ускраине Калинковичев, размещался больничный комплекс. Эту территорию, яка не один год пустовала, и не были предпринимательники. Сначала пошли в райисполком, поинтересовались, что могут нам предложить в плане развития. Приехали, показали нам вот эту территорию, как бы нам понравилось. Хотим здесь сферу услуг развивать дальше гостиницу, баню, кафе, развлекательный комплекс, пейнбольную площадку, будем делать. На данный момент тут уже обсталиванный магазин спецтехники, пошелось об удовнество еще одной гандлевой кропки и кафе. Увы, гуляй, работа по продаже майомости, какая не выкористовывается у Калинковичевого района, сегодня идти довольно активно. За последние годы проведено очень много аукционов, конкурсов по продаже объектов, которые нашли новых хозяев. Особенно плодотворно эта работа велась у нас в текущем году. За истекший период 2015 года нами продано 12 объектов районной коммунальной собственности на общую сумму миллиард 380 миллионов рублей. На сегодняшний день у Калинковичевого района своих уладальников чекают еще два объекта коммунальной майомости, якая не выкористовывается. Алена Василюк, Сергей Лукашук, телерадуя компания «Гумель», Калинковицкий район. У «Гумели» стартовал сезон проведения школьных кирмашоу. Две постоянно девчие пляцовки по продаже товаров школьного ассортименту, размещенные на нылья центрального рынка и гандлевого дома Речицки. Будут працевать по 10 вересня. Проведение перед початком научального года кирмашоу, привитание школы на Гумельщине стало доброй традицией. На их организации гандлю готовые забеспечить покупников самым широким ассортиментом школьных товаров. Тут можно знайсти пеналы, ручки, алоуки, шитки и иншие необходные для научального процесса канцелярские приналежности. А так само заплечники, обуток, спортивную вопротку и костюмы делового стылю. Минимальная экипировка школьников молодших классов все летоскладе крыху больше за 2 миллионы белорусских рублев. Старшоклассников – парадку двух с половой. В особенных организациях гандлю для школьников продовлетжены скидки у померы от 5 до 10%. У целых школьные кирмаши у насельництва нашей краины користаются великой популярностью. Бояны дозволяют снабыть все необходные товары одразу одним местом. Я пришла ребенка собирать в школу, потому что мы уезжаем сейчас в санаторий, поэтому я очень довольна этой ярмаркой, я уже третий год на этой ярмарке, очень довольна. Мы приобрели здесь и блузочку очень красивую, и такие товары, дневники, как канцелярские товары. Мы рюкзак приобрели сегодня, очень хороший, и остались довольны ценой. Держаутоинспекция на протягу сего года проводит для юных удельников руху разностайные профилактические акции. Особливая увага к этому пытанию надается у летней перед, кали основная масса детей находится на улице. Разом с детьми за межу стану адукации перемещается Держаутоинспекция. Одна из таких профилактических акций прошла в Гомельском антикинотеатре. Такий урок дорожной обеспеки одразнивается от звыклых школьных занятков. Проходит ее на открытом поветре в выгляде циковой гульни. Ниякой сухой и монотонной информации, которую, как вядомо, дети не успремают. З новинок таких занятков специальный автобус, який наглядно демонструет дорожные ситуации, с якими ребята сутыкаются каждый день. Незвычайности такому транспортному сродку надают специально вырабленные магниты, на которые нанесены тематичные малюнки и дорожные знаки. Они размещены по всем периметрам автобуса. Это совместный проект Держаутоинспекции и Гомель-Аутодара. А кроме этого, в рамках летних профилактических мероприемств, которые проводят ДАИ, в средней школе номер 2 была открыта специальная профильная змена. У таких незвычайных школьных лагер ходят дети с другого по 8 класс. Протягнется змена до 19 жюня. Учащиеся школы данные будут заниматься по специальной программе, направленной на безопасное дорожное движение, то есть профильная смена именно по линии госавтоинспекции. Особенностью данной профильной смены будет являться то, что дети будут посещать различного рода мероприятия, связанные с линией, по линии ГАИ, экскурсии, сами поучаствуют и увидят работу сотрудников ДПС, ну и примут участие в таких профилактических мероприятиях, как, например, сегодня. Сегодня в Палаце Румянцевых и Паскевича в Гомере начнет свою работу персональная выстава вядомой минской мастачки Зои Луцевич «Водоркаханья». Проекта життевляя идею, якая немае аналогов – злушить визуальный свет и нюхальный у одним творы мастацтва. Кожное полотно с кветковой серы Зои Луцевич – это эксклюзивные духи, якие снуются одночасово и як живописный твор, и як самая соправдная парфюмерия. Агуль навядома, что прозрок мы отримливаем 80% информации об новокольном свете, про слых – 16%. На долю паха выпадают сего два. Але, коли говорка, где просвет эмоций, пачуте, у переживанню, тут «Водоры» выходит на перший план. Человечное пачуте и эмоции записанное у подсвядомости при допомозе «Водоров». Спектр «Водоров» и спектр «Водоров» складаются по одних и тех же законах. Их это законы, як никто інший разумеет и отшувае живописицы график. Аутр неординарных мастацких проектов – Зои Луцевич. На выставе представлено больше як сорок творов розных жанров и накерунков, кожный из яких раскрывается перед глядачом, отповедно его внутренному свету. Цветочная серия, представленная на выставке, является также своеобразным творческим тандемом. Дело в том, что специально для этой цветочной серии известный парфюмер с мировым именем Олег Выглазов придумал целую серию духов, настоящего духов, настоящего парфюма, соответствующего нарисованным Зоей Букетом. На этом наш выпуск завершен. Добрых вам новинок и до новых встреч в эфире. Добрых вам новинок и до новых встреч!